Увидеть всю команду вместе с тренерским штабом и руководством клуба можно только раз в год, именно на таком собрании. Вот он полноценный состав «Нефтехимика» на седьмой сезон континентальной хоккейной лиги. Финны, американцы и русские – те, кто в этом году будут отстаивать честь нашего города и уже через 15 дней начнут битву за выход в плей-офф. И не просто выход. Не только плей-офф, а с такими игроками, которые у нас сегодня в команде, с таким капитаном, как Рыбин, мы должны гораздо больше дальше пойти. Владимира Михайловича можно по праву назвать одним из самых осведомленных болельщиков хоккея. Он отлично помнит все выступления «Нефтехимика» и с легкостью, приводя статистику матча, объясняет, что требуется от команды в этом году. Повторить те сезоны, когда выходили мы в плей-офф и проходили спокойно «Авангард», в составе которого играл выдающийся игрок современности «Ягр». И в седьмой встрече, в последней, с разницей в одной шайбу уступили «Салавату», которая стала чемпионом. Вот эти надо сезоны повторять, эти сезоны и доказывать, каждый раз, выходя на поле, доказывать, что ты игрок. Если выходишь на поле, то должно быть только одно – играть только на победу. На собрании также подвели итоги предсезонной работы команды. Она, конечно, еще не закончилась. Но позади уже сборы в Швейцарии и Кубок Президента Казахстана, где «Нефтехимик» сумел взять лишь третье место. Главное не победа, говорит Хейкеля, а степень готовности хоккеистов к регулярке. Я очень доволен со спором в Швейцарии. Это было очень хорошее. Не только физически, но это как мы строили команду. Потому что у нас очень хороший коллектив. В команде 12 новых хоккеистов в СММ вручили игровые майки. В селекции команды принимал участие сам Владимир Бусыгин. Главный тренер, в свою очередь, дал понять, что тот состав, который сформирован к новому сезону, должен сохраниться до последнего матча. Политика кари – не обменивать игроков и не расторгать контракты. Поэтому ситуация, которая произошла в прошлом сезоне и стала одной из причин неудачного выступления «Нефтехимика», в этом году не повторится. После собрания вся делегация отправилась на лед сделать общее фото. Кстати, помогать Максиму Рыбину вести команду к победе будут Игорь Полыгалов и Егор Миловзоров. Капитан нашей команды уже в ожидании первого матча. Хочется вообще на самом деле видеть, что трибуны были полные, потому что болельщик, как говорится, шестой игрок. И было бы очень приятно, если трибуны были максимально заполнены. Ждет начало сезона и генеральный директор «Нежникамска» «Нефтехима» Азад Бекмурзин. Он в этом году тоже пополнит ряды нижникамских болельщиков. Я очень положительно к хоккею отношусь. Играю сам на любительском уровне. В принципе, играл, по крайней мере. На коньках стоять умею. И поэтому мне очень нравится этот вид спорта, настоящий мужской вид. Поэтому мы надеемся, что команда в этом году покажет хороший результат. Мы будем вместе с болельщиками получать наслаждение от этой игры, от тех эмоций, которые мы получаем здесь на льду. Старт сезона в Нижникамске будет дан 4 сентября. «Нефтехимик» примет «Челябинский трактор». Организаторы готовят специальную программу на открытие регулярки. Так что уже через две недели тысячи болельщиков смогут вновь увидеть свою любимую команду и, наконец, поболеть за «Нефтехимик». Аделья Сиразова, Евгений Лызаев. Новости НТР.